Шаббат шалом Друзья, было сказано, мы изучаем недельную главу Шафтим и сегодня я хочу поговорить как раз непосредственно о судьях, о судопроизводстве, потому что в нашей недельной главе Бог дает повеление Маше начать это учреждение, которое называется суд. О том, что говорится, было в главе сказано уже, давайте прочитаем начало данного отрывка Торы, буквально три стиха, это 16 глава с 18 по 20 стих. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь тебе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращаясь законно, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дела правых. Правды. Правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. И вы знаете, вот 20 стих, это мысль 20 стиха, она проходит практически, ну не практически, через все Писание. И эта мысль о том, что жизнь народа, жизнь человека, она зависит от правильного положения перед Богом. И очень важно понимать, для нас с вами, очень важно это надо было понимать для еврейского народа, очень важно надо было понимать это судям, которые были как раз поставлены для того, чтобы этим народом управлять, решать всевозможные дела. Это то, что мы живем тогда, когда мы в правильном положении перед Богом. И в наше время мы, праведность, правильное положение перед Богом, потому что правда, слово правда, которое написано в синейдальном переводе, оно имеет значение как правда-праведность. И вот праведности мы с вами достигаем через веру в искупительную жертву нашего Господа и Спасителя Ишуа Машеха. В то время праведность, она достигалась путем исполнения заповедей, заповедей, которые давал Господь определенные заповеди, путем исполнения Божьих постановлений и жизнью сообразной, которую Бог имел для народа Божьего. Вы знаете, я хочу сказать, что судьи, они, которые судьи ставились, они должны были очень подходить этому понятию праведности, они должны были быть праведны, потому что на них была очень большая ответственность. Они как раз решали всевозможные вопросы, и на них лежала ответственность о принятии той или иной степени, и поэтому к ним определялись определенные требования. И вы знаете, я вот выписал, я кратко, я все сокращу, потому что у меня немного времени, но кратко я вам почитаю, какие требования были к судям нашего народа. Но следующими семью качествами мы должны обладать каждый судья. Мудростью, скромностью и богобоязненностью, безразличием деньгам и прибылям, любовью к истине, уважением и добрым именем среди людей. Чем они могут завоевать любовь людей, если они будут независливы и непритязательны, надежны в дружбе и вежливы в разговорах с людьми? Они должны быть тверды в исполнении заповедей, критически относиться к себе и унимать свои страсти, и тогда они избегут позора и дурной славы. Они должны обладать стойким сердцем, чтобы суметь отстоять справедливость и спасти притесненного. Это те постановления, то, что предъявлялось к судям в нашем народе. И если посмотреть, я думаю, как раз это качество, которое должно быть в человеке праведном. Но давайте вернемся к нашему судопроизводству. И как мы прочитали в 18 стихе, что в каждом населенном пункте должны были быть поставлены шафтим, это судьи, это те, которые должны были непосредственно судить, и шатырим, это судебные исполнители. Те люди, которые должны были приводить в исполнение то, что было принято по суду. И в мелких городах эти суды, они состояли из трех человек. Это заседание этого суда, оно проходило каждодневно в первой половине дня. В крупных же, в более крупных городах этот суд создаял из 23 человек, и назывался этот суд Малый Синедрион. В храме же, на том месте, как написано, в котором изберет Господь, находился Верховный Синедрион, или Верховный суд, который состоял из 71 человека. Но помимо этого, еще на Храмовой горе было еще два суда. Был суд непосредственно при входе во двор храма, состоящий из 23 человек, и такой же суд при входе на Храмовую гору. И требования к членам Синедриона, они были еще гораздо серьезнее. Я вам, опять-таки, выписал и зачитаю. Член Синедриона, как великого, так и малого, назначают лишь людей мудрых и понятливых, видных знатоков Торы, наделенных обильными знаниями, знающие также отчасти и другие науки, медицину, математику, астрономию и астрологию, обычаи гадальщиков, чародеев и колдунов, глупости идола, поклонства и тому подобное, чтобы иметь возможность судить об этих вопросах. Не перенимают в члены Синедриона ни глубокого царца, ни кастрата, ибо им присуща жестокость, ни человека, не имеющего детей, ибо судья должен быть милосердным. И, ну, и также опущу, конечно, отрывок длинный. Там есть требования о том, что они должны были владеть другими языками, потому что в Синедрионе не рассматривались дела с переводчиками. И неправда ли, да, очень серьезные требования, очень, ну, вообще серьезная система судопроизводства в нашем народе. И в нашей главе, вот во второзаконии, в 17 главе уже, в отрывке с 8 по 13 стих, мы читаем как раз о великом Синедрионе. Когда вопрос не могли решить суди, то стороны, которые нуждались в решении вопроса, они шли в великий Синедрион, и великий Синедрион, он уже выносил решение. Я прочитаю все-таки этот отрывок, потому что здесь очень важные и интересные вещи написаны. «Если по какому делу затруднительно будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священнику, левитам и судье, которые будут в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову их, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истребится зло от Израиля. И в оригинале, вот если мы читаем синаидальный перевод, то вот есть такое слово, которое вводит в неправильное понимание. Постарайся. Как бы говорится, исполни, но тут же говорится, постарайся. Вы знаете, значение этого слова в оригинале, оно следующее. Хранить, охранять, сторожить. То есть не постарайся, а то, что тебе сказали, храни, сторожи, охраняй и исполни те постановления, которые Господь Бог дал тебе. И вы знаете, этот принцип, он не только принцип и закон Ветхого Завета. Этот принцип, он очень важен и очень актуальный также в наше время. Потому что мы знаем, что у нас, между нами происходят тоже какие-то вопросы, какие-то спорные дела. В семьях мы иногда решаем какие-то вопросы. И для этого вообще не есть такая часть, как духовные советы, советы старейшин. Если мы спроецируем ситуацию Ветхого Завета на наше время, то роль священников несут пастыря, помощники пастырей, которые встречаются с людьми, консультируют, дают им определенные повеления по этому поводу. И вы знаете, мы можем видеть, что зачастую люди, приходя для консультации, для того, чтобы решить определенные вопросы, они приходят со своим пониманием. И то, что им говорится, ну есть, бывает, к сожалению, такая практика присутствует, то, что им говорится, они не принимают. И, кажется, смотришь, вроде хороший брат, хорошая сестра, хорошая семья, вроде любят Бога, бах, ушли с общины, непонятно, это в лучшем случае просто ушли, в худшем, в бунте с обидой. И, вы знаете, это корень вот этого действия непослужания. Это, если не слушать наших наставников, это есть зло. Торек говорит, что это есть зло. А зло, что оно должно быть? Оно должно истребиться. И поэтому очень важно не подвергать себя этому злу. Об этом же, вы знаете, мы читаем в Новом Завете. Все это написано и в Новом Завете. И для Божьего народа, для нас с вами очень важно понимать и принимать служителей, как людей, поставленных Богом. Это люди, поставленные Богом для того, чтобы сделать определенное дело. И они наделены, Бог дал им определенную власть для того, чтобы достичь определенной Божьей цели и привести народ к этой Божьей цели. Всем нам хорошо известное местописание Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И если мы с вами осознаем, что мы часть тела Мессии, и что наше дело – это дело служения, то мы должны дать возможность нашим наставникам нас совершить. А что есть совершить? Совершенствовать нас на дело служения. Потому что наша часть – это созидание тела Христова. И опять-таки, хорошо известное местописание, послание к евреям, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это не полезно для вас». Опять-таки, мы видим, что определенные наши действия, они могут быть не полезны для нас. Знаете, часто происходит такое, что люди обижаются на служителя, но это не полезно не для служителя, это не полезно для вас. Поэтому очень важно понимать эти моменты. И Бог, Он как раз в этой системе судопроизводства, Он и давал такие указания, в которых надо было слушаться духовное руководство, поставленное на тот период времени в месте обитания Бога. Но вы знаете, к сожалению, так получилось, что после разрушения храма, вот именно это местописание с 17 главы, которую мы прочитали, раввины начали использовать немножко в другом направлении. Говоря о, скажем так, полном послушании, они выдвигли такую своеобразную теорию следования за большинством, что в принципе не есть правильно, потому что следовать надо за Богом и за Божьим Словом. Все, что нам повелевается делать, оно ни в коем случае не должно идти в разрез Писания. И Писание, оно имеет целостную часть. Изучая, мы не можем какие-то стихи, которые нам нравятся принимать, какие-то, которые нам не нравятся оставлять. Мы должны пытаться делать все, исполнять все моменты, все предписания невыборочно, тогда мы будем иметь в этом благословение. И знаете, заканчивая, я очень сильно сокращал, и заканчивая, все-таки я хочу помолиться за наш народ, потому что очень хочется и очень верится в то, что наши молитвы, наши благословения Божьего народа, они будут нами увидены. Хочется увидеть? Очень хочется увидеть. А я верю, что по мере того, как нашими молитвами наполняется эта чаша, то она и залется в благословении. Поэтому давайте встанем на наши ноги и помолимся за Божий народ, чтобы, изучая Тору, они видели, что все Писание, оно ведет к Машеху. Авинуша Башимая, Небесный Отец Святый, мы благодарим Тебя за наш народ, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты хранишь свой народ, Ты верный своему народу, Господь. Божий, как община Божья, мы благословляем каждого еврея по всему лицу земли. Божий, мы искренне верим в то, что наши молитвы, они наполнят чашу, и эта чаша и зальется в благословении, и Твой народ воззовет Баруха Бабышем Адунай. Божий, пусть каждый шаббат, когда читается Тора, каждый день, когда они изучают Писание, Божий, им открываются те места, которые говорят о Тебе, Машех. Потому что Ты свет мира и спасения Израиля, Господь. И Ты пришел прежде всего спасти наипаче погибающих овец дома своего. А вину мы благословляем Твой народ и превозносим и славим Твое святое имя. Бешемишуа Машихейну. Аминь.